А вот и вторая карта Invictus Gaming против Team Master Друзья, всем привет еще раз, кто только проснулся или только подконнексился к нашей трансляции Первая карта была, конечно, очень бодрой У меня даже кофе закончился, пока мы ее смотрели Настолько она была динамичной и животрепещущей Ну и, собственно, вторая карта, похоже, что будет почти такая же, потому что драфты абсолютно одинаковые Снова Герокоптер Ио у Астер и снова Винтер Виверна Морф у Invictus Gaming Но, скорее всего, у Астер какую-то корректировку внесут в свой драфт Не знаю, внесут ли они какие-то корректировки в драфт Invictus Gaming Ну, то есть будут ли они... А, ну я вижу, тут уже банится Кентавр От Астер Так, и последний бан на второй стадии драфта от Invictus Gaming Ну, в принципе, Фейт неплохо сыграл на Орспирите Ну, можно что-то подобное забанить Решили все-таки избавиться от Вайпера Довольно неприятный персонаж Посчитали Invictus Gaming В целом-то так оно и есть, просто Морф Вайпера подкантривает, как мне кажется Там, играть Марфом против Вайпера очень тяжело на 25-х уровнях Когда появляется талант на Сайланс нейротоксина Вот это уже неприятно Появляется Тайтхантер Пока неплохая опция, что-то типа Некровса взять Для Астер Что еще против Тайды хорошо работает? Против Тайды хорошо работает Турса Против Тайды хорошо работает Манки Кинг Астер берут Дизраптора сами В прошлый раз он играл за Invictus Gaming Ну и нужно Тайтхантеру Я не знаю, если с ним Виверна будет играть, то Тогда на пятерку нужно взять хорошего какого-то персонажа Тут у нас Виспа Дизраптор Ну блин, что на пятерку-то тогда брать? Можно Вич Доктора попытаться взять? Гримстроук не очень хорошо Ну я бы лучше, конечно, Виверну бы сделал позиции 5 И добрал бы еще к Тайду какую-то четверку ранжовую хорошую Например Ну, например Например, какую-нибудь Дарквиллу Первое, что в голову приходит Либо Дарквиллу, либо Ну, может быть, кстати Шиду демон, наверное, плохо Ладно Ну я... Ладно, хорошо Шиду демон, так шиду демон Так, и вот против всего такого вот многообразия Какого тогда героя Астра захотели бы взять? Некрофос отменяется? Сразу же Нужен какой-то дополнительный кор Я бы на месте Астра снова Ну, как бы, вот Сейчас бы взял бы Вивера Вот прямо сейчас бы Не дожидаясь Соответственно Банов со стороны Invictus Gaming Вивер на предыдущей карте себя неплохо показал за Invictus Gaming Но Здесь, как бы, тоже можно вот сейвить от курсы Можно вот Хотя... Хотя, хотя... Нужно ли оно? Тут вроде как мидер нужен, да? То есть, если гира свиспомата на сайд-линию Против Тайда Вот И тогда нужен какой-то... Нужен какой-то кор на мид, то... Ну что остаток? Темпларку ты не возьмешь Квопа Квопы нет Эмбер воит спирит Шторм спирит Вот, пожалуйста, да Это все герои одного класса Что эмбер спирит, что воит спирит, что шторм спирит Да, сразу просто бросается в глаза то, что у Invictus Gaming не особо много станов Я знаю, что... Это может показаться странным, друзья Но... Эта игра выглядит... Очень легкой для антимема Очень легкой Ну, ладно Не очень легкой Но, во всяком случае Играбельной Вполне То есть, Марфа на мид против Шторм спирита Антимага ластпиком И играем против Вот Виспа Дизраптора Шторма Против Гирокоптера тоже На первых порах легко играть антимагом Сейчас посмотрим, конечно, на ластпик Со стороны Астр Может там, конечно, ситуация все изменит... Ну, как бы поменяет В целом, можно Против Шторм спирита взять какую-то... Ну, вот Лину банили Астр, но мне лично, Лина Не особо нравится Вот В Пик Эдвиктус Гейминг А вот что-то наподобие... Ну, я не знаю, какого-нибудь Лешрака Или... Или вот тоже Эмбер спирита Оно вполне имеет право на существование Можно, опять-таки, Эмбер спирита На легкую линию воткнуть В зависимости от матчап команды Астр Типа, какого они персонажа захотят на пост 3 взять Так, дайте-ка чекну Там со стримом Да, со стримом все в порядке Дополнительного времени у Инвиктус Гейминг остается не шибко много Астр 50 секунд Еще могут подумать над своим последним баном Но, повторюсь, я бы Эмбера забанил Банят ДК Ну, ДК, типа, тоже неплохой варик Забанить Учитывая, что они своего мидера показали Еще есть Шэдоу Финд В Инвиктус Гейминг Как бы, Рома тут никакого нет страшного На предыдущей карте Брать Шэдоу Финда ластпиком Я там тоже об этом думал Но не говорил об этом Таймер спирита есть Он может, типа, сильно помешать Шэдоу Финду под Вайпером Поэтому там Ластпик Вивер был Действительно очень-очень читаемым И очень хорошим Тут бан Брюмастера Интересно Вообще Брюмастер это персонаж, который Ну, как бы считается, что он Очень хорош, то есть это очень ситуативный персонаж Который хорош против определенного класса героев Вот И если забанили Брюмастера Можно было бы предположить, что Инвиктус Гейминг Одного из таких героев возьмут Однако у них Ластпик в любом случае И я не уверен, захотели бы Астра вообще этого Брюмастера брать У них, типа, какая-то там есть Стратка через этого Брюмастера Что там кто-то на сигнатурном Брюмастере играет Я просто вот не в курсе Если так, если ХХС играет на сигнатурном Брюмастере То, конечно, тогда все понятно Ладно, из классических каких-то хардеров Что мы можем предложить вообще Астер Из классических хардеров есть Легионка Есть Акс Вот, в принципе, и то, и то хорошо будет работать Опять-таки, цепляем героя Релокейт с Веспом Или Шторм Спирит как-то влетает Тоже может это быть Довольно удобно Берут Пангольера Ну, типа, ок Против Пангольера Тут просто есть Виверна с курсой Которая может его остановить в ультимейте Но это как бы... Про Пангольера я сто раз говорил Что этот персонаж универсальный Можно брать на ФП вообще не задумываясь Просто берешь на ФП Но только надо Гримстроука подбанить, скорее всего Вот, Гримстроука подбанил Берешь Пангольера, а там дальше разбираешься Кто он у тебя, мид, четверк, там, кэрри Там, неважно вообще, там, куда-нибудь его ставишь В принципе, персонаж хороший С учетом Пика Пангольера Супер-фри игра для антимага Супер-фри игра Вот, повторюсь Ну, взяли Эмбера Ну, как бы, это тоже я предлагал Ну, чат, согласитесь, да? Я же говорил, что можно Эмбер Говорил, говорил Вот, но для антимага Для антимага была игра хорошая Вот, поэтому Может быть, стоило бы и антимага пикнуть Ладно, поехали Эмма в итоге будет играть на Эмбер Спирит И Флайфлайн на Морфлинге То есть, это соло-мид Эмбер Спирит Классическое противостояние В центре двух спиритов Посмотрим, что будет с рунами Посмотрим, что будет с... Ну, тут саппорты статичные Да? Шадоу Демон, Вивена И Дизраптор с Виспом Поэтому контроль рун исключительно за мидерами Насколько грамотные мидеры будут пачку проталкивать Ну, и меня, как всегда Видимо, сервера по-прежнему По-прежнему подлагивают К сожалению Да, можем посмотреть на... Пока мы там грузимся Посмотреть на коэффициенты от наших партнеров Париматч на вторую карту 1.72 на Invictus Gaming 2.05 на команду Aster Вот, собственно Друзья, такие вот у нас пока что котировочки И, конечно же, не забывайте про баннер Которые вы можете найти под стримом Если вы заинтересованы в вот этом вот бонусе Который вам сейчас на экране показывается То можете кликнуть на этот баннер Пройти по ссылке и зарегистрироваться Прекрасно Ну, а мы врываемся в игру Будем надеяться, что лагов будет поменьше Поехали А, ну да И на красоту, конечно Переключиться надо Как же без этого Так, Дизраптор четверочка Да, фейд у нас на Дизрапторе Бубокич на Виспе Билдак Прикольный Кольцо сделали подешевле Но и Хапориген Подубавили, да? Так, ну давайте пока по матчапам поговорим Значит, Тайт Виверна Или Нет, Тайт Виверна по идее Должны быть Тайт Виверна против Виспай Герокоптера Опять Я повторюсь, да Что это Хороший, нормальный матчап для Тайда Жить можно Вот, что касается матчапа Морф Шадоу Демон Против Дизрап... Что тут? Не, ну тут по идее Дизраптор должен играть Против Дизраптора Пангольера Тоже в принципе 50 на 50 Матчап в миде Шторм против Эмбера Тоже 50 на 50 То есть в принципе драфт абсолютно равный Я бы сказал Ну, с точки зрения Лайнинга Ладно, с точки зрения Лайнинга равный С точки зрения Мид-Лейтгейма Я бы свое предпочтение отдал команде Инвиктус Гейминг Вот на таком драфте Какой главный недостаток пика Инвиктус Гейминга? Главный недостаток пика Инвиктус Гейминга Это отсутствие четкого контроля на Шторм Спирита То есть если Шторм Спирит Наберет Вещи Он будет проблемой Вот И не стоит об этом забывать Так что Ду Демон телепортируется в бот Потому что Ну в топе он хотел там Как-то попытаться ФБшку оформить Но ФБшка тут естественно Сейчас еще надо Ага, вот крепочку грамотно И две тычки Две тычки, ребят Давайте Раз, два, оп Хорошо, молодцы Умнички Тайт на первом уровне качает Анкор Смэш И верно С Сплинтер Бластом Само собой Здесь Флэймгард Здесь Перекачка Яд Что по стикам? Стиков нет Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй А почему не стиков? Против Шадоу Демона на линию сразу берутся стики Какаслика потерпевает Что-то как-то под под Ой, ошибка, ошибка, ошибка Ну, не, ну рейнджей так нельзя Еще потычки можем? Потычки Немножко не получилось Снезаптер в итоге Тандер Страйком забрал Рейндж Крипа Джей Ти пытается заденать рейнджовенького Не получается Ну, тут Надо второй левла ждать Нужен Кракен Шейл И нужен Арктик Берн Вот тогда можно посерьезнее карасить Глимс Неужели это ФБ Тут есть два крипа Анкор Смэш Бараш есть Джей Ти пока живет Но очень сильно втерпливает Большой крип вейв Анкор Смэш Не успевает дать Анкор Смэш перед смертью JT, и в итоге это First Blood для Фейда. Флазочка для Гирокоптера. Но опять-таки, с учетом того, что именно Фейд получил First Blood, и при этом, посмотрите на Гирокоптер, ресурсов у него фактически не остается. Вот. Это, наверное, ну, не такой уж и страшный размин для Invictus Game. То есть, в принципе, в принципе, нормально. Там, правда, стики доезжают. Вот, тут как бы Disruptor, да, тоже со стиками. Вот, стики очень важны, потому что тут идет лютый спам от Тайда и от Виверны. Так, в боте стики пока... Ну, вот, ладно, Панголер стики купил тут. Немножечко подсолил Кентавр. Вот этот вот со станом. Там выдал стан неприятный. Ну, самый, конечно, интересный матчап на миде, на самом деле. То есть, тут вот прям... Скилл прям сочится, понимаете? То есть, вот... Кто окажется немножечко более проворным, кто чуть больше ранжей заденяет, кто лучше линию пропушит в нужный момент, кто вот так вот ремнантами задоджит дамаг, вот... Ну, не ремнантами, а фистами задоджит дамаг, если сможет это сделать Эмбер Спирит. Или, наоборот, Шторм Спирит сделает так, чтобы Эмбер не задоджил это, то, в общем-то, тут будет победа на лайне. То есть, победа прямо в мелочах вот на этом матчапе. Очень грамотный С-Трипл Си вывел пачку сюда. Вот, тут пытается IG, конечно же, пулить, но... Прокачивается Гаш на втором уровне, Фейда будут убивать. Есть Глимс у Фейда. Ну, а не, погодите, как его будет? У него 9 стиков. Не уверен, что... Ну, ладно. Телепортируется Виверна на мид. Неужели это будет попытка убить Шторма? Шторма пытается пробивать. Плеймгарда-то нет. Жмется Фейрик, жмется... Понял. То есть, они 2х1 с ним не справились. Но это странная была попытка, на самом деле. То есть, это выход от Виверны пропушит линию перед повара, тапом, да? Лучше бы он просто пришел проконтролить его. Ну, то есть, телепортировался бы и пришел бы, например, сюда. Пока 2-0 в пользу Астер. Шадоу-демон у нас на респауне. Ну, куда же ты? У тебя же почти тапок есть. Куда же ты телепортируешься? Оля. Ёлы-палы. Не достает ядом. Ну, ладно. Стакнет успеет. Не стакает. Ну, что ж ты будешь делать? Идет руну контролить. Но он мог бы, типа, и стакнуть, и руну проконтролить. Еще и руну не проконтролил. Блин, я не... За 30 секунд три ошибки, чат. Три ошибки за 30 секунд. Понимаете? Непорядок. Непорядок. То есть, тапок не... Ну, ладно. Тапок не дождался. Хорошо. Это не ошибка, потому что на баунти надо было ехать, да? Мы не будем это считать. Но не застакал крипов и не проконтролил баунти. Это, в принципе, косяк. Там, в топе, пока мы разглагольствовали, подрезали еще кака разок. И верно, телепортируется в топ. Ставится обсервер вард, который, ну, по идее, не должны были видеть. Астер. Тут у нас доминатор новый делается. На пангольере. Шестой левел у Шторм Спирита, пятый у Эмбера. По ласт хиту, в принципе, тут равенство. Но тут Эмма, если пачку эту проконтролить... Руна не может законтролить. Если пачку вот эту убьет, то у него как бы тоже будет шестой. То есть, в принципе, несмотря на то, что Шторм убил Эмбера против двух игроков, то есть он там, когда Виверна телепортировалась, мог еще и фраг сделать. Курьера кака подрезает. Это, в принципе, не особо что-то Шторму дает большого прим... Ну, просто это такой неприятный достаточно момент, который вряд ли во что-то удастся реализовать. Морфа третья перекачка. Ну, флайфлай вроде пока тут. Вроде пока нормально у него все. С третьей перекачки живет. Пятый уровень герокоптера. Там третий бараш уже. И GT очень плохо. Есть у него стики. Стики жмутся. Глимс. Крипов здесь нет. Жмется манга, но баражем не достает из Трипл Си. Сейчас почти догонит. Топориком проедаем дерево. Ну, пытаемся просто выиграть время, да? Можно ТП нажать. Если не лень, конечно, потом пушкомать. Да, прошляпили здесь Тайда, но... С учетом того, что у Тайда очень плохая ситуация на харде, в принципе, то... Это не страшно, что его не добили. У Морфа хороший фарм, но у Пангольера тоже много. То есть в итоге у нас что получается? У Пангольера больше, чем у Тайда. Но в остальном все на равных. Примерно можно на Творца, наверное, переключиться. Да, 3 топовых на Творца за команды Астер, но... А, слушайте, а у Штормат намного больше. 3200. А у Эмбера только 2500. Почему такая разница большая? По Крепам вроде все одинаково. Цепанули Шторма. Рунной Иллюзии подбирается Эмма. Сразу же прокастовывается. Оля умрет. Сюда приходит Виверна, ставит Вард, который видели. Соответственно, его должны будут продивардить. Инвиктус гейминг пока слабенько начинает. Но это только начало, очевидно. Как бы тут еще много что может поменяться. Пытается... Но у него маны не было, поэтому... На самом деле эта атака была просто бессмысленна. Хорошо, что я ему в итоге туда не пошел. Просто, ну, как-то странно. Он, типа, туда ремнант кинул. Мог бы не кидать, не тратить ремнант, очевидно. Одному марфу, конечно, тяжеловато. Против такой вот парочки. Тут... Новый доминатор, да. Что он дает? Не дает больше дамаг Иргенауру. Усиливает крипа Переманинова. Пониже кд стал. Рецепт поменяли. И пассивные бонусы. 6 армора, 6 хп регена и 6 всех статов. Ну, вроде... Вроде неплохо. То есть купить есть смысл. Плюс еще Владмир сделает следующим нас лотом. Но конкретно на панголере просто не совсем понятно зачем прям этот доминатор нужен. Подстанили морфа. Морф пока что без перекачки, но у него 800 хп и xxs ему ничего не может сделать. Без смолка просто идут пешком за... за флайфлаем. Да, обратите внимание как собирается Шторм Спирит. Десятая минута баунти руны. Что по кулдауну? Кулдауна пока не вкачан у гирокоптера. Реведж, а где... Ну ладно, кулдаун бы тут не спасал. С-триплси в итоге погибает. Хороший реведж от JT. Ремнант врывается эмо вперед. Еще один ремнант. Что по глимсу? Глимс есть. Глимсуется. Эмбер Спирит мажет ядом Оли и неужели... Ой, Оли, Оли, ну что ж такое-то? Попал бы... Он бы убил его, если попал бы ядом. В итоге приходит сюда пангольер, убивают Шедоу Демона, разменяли по итогу гирокоптера на Шедоу Демона с учетом потраченного реведжа. Ну, в принципе, нормально для Рейдианта. Больше этот реведж особо нигде не использовать. Курса от Виверны уходит как АТе репортом. Опять, видимо, будет играть в билд через Аркан и Даггер. Мы видим, что у него уже Энерджи Бустер здесь в Тарен. Так, ну и любопытно, конечно, посмотреть, как там коэффициенты то у нас изменились с учетом событий, которые на карте произошли. Да, на Инвиктус Гейминг коэффициент чуть-чуть похуже стал. Был, кажется, там 1.7, стал 2.15, 1.65 на Астр, соответственно, на победу на второй карте от нашего партнера париматч. Нейтральные шмоточки там, да, выбивают. Да, вот хотел сказать по поводу шторма. Обратите внимание на... Да что ж такое, опять релокейт. Сейчас буду добивать Тайда. Куда он не денется отсюда. Короче, Каю подрезали, Шторм не берет Каю. Вот я все. Все, что я хотел сказать вообще-то, собственно. Что сейчас на Шторм Спирите слоты первой необходимости это Яул и Оркет. Типа Каю почти никто не берет. Ну, я во всяком случае сколько игр со Штормом в ММИ сыграл, Каю никто не берет почти. Первым слотом, естественно, да. Там убрали Монолос редакшн. Ну, не Монолос тире Монокост, да. Давайте найдем Каю, убедимся в этом. Да. Не дает больше Монолос редакшна. Ну, с другой стороны, там 24% Мана Регена. И Now Provide 24 Spell Amplification. Цепанули Морфа. Курса пошла. Дизраптор Морф выживает. Эмбер Спирит врывается. Хорошие чины, но чины только второго уровня. Но вор... Ой, прекрасная игра от Plotfly. Просто прекрасная игра. Превратился в Шторма, цепанул его. А, Spell Lifesteal Amplification. Все. То я что-то посмотрю Spell Amplification. Там же был Spell Amplification. Что, стало 24%? Это же дикость какая-то. Это Spell Lifesteal. Амплификейшн. Угу. Понятно. Да, хороший пиков здесь... Не пиков, а хорошую контратаку смогли организовать. Invictus Gaming нападает в центре. Flamenguard активируется и уходит на Ремнант Эмбер. Тем временем в топит Пангольер с Доминатором душит вышку. Сюда телепортируется злой Тайтхантер, который сейчас тут всех будет разгонять. Тратит гаш, добивает крипочка и нормально все тут проластхищивает. Да, будет покупать Владмирс. Владмирс сейчас... Владмирс, в принципе, на Тайтхантере был базовым предметом во всех прошлых патчах уже, наверное, на протяжении года. Где-то со времен Чумцы Мейджора, да, то есть вот как-то полтора года назад начали вот этот вот билд через Тайда, через Владмирс, Фейза, Солар делать. И вот все вот это вот время, что тот развивался, патч за патчем, все равно билд на Тайда был один и тот же почти всегда. То есть там за редким исключением приобреталась там, наверное, какая-то мека и потом был выход, ну или там какой-то блинк быстрый на Тайде покупался за крайне редким исключением. Вот Владмирс на Тайде очень хорош. С тех пор, как изменили Энкор Смэш. То есть Энкор Смэш стал работать с различными модификаторами атаки, да, там с Владмирсами, с Атаниками, там со всяким, с дамагом тоже он хорошо как бы сочетается. Вот поэтому такой вот новый билд и получил. Вот. И собственно сейчас новый Владмирс, он еще лучше смотрится на Тайдхантере, потому что, ну Владмирс это, нынешний Владмирс это сочетание старого Доминатора и старого Владмирса. То есть ты покупая только Владмирс, получаешь два бонуса сразу. Чуть более слабых, чем раньше, но тем не менее. Ой, Фистами промазал. Обидно. За реведж бы убили. Сто процентов. Реведж плюс Фисты Чайны и это была бы смерть. Спангалера выходит и пытается дать Роллинг Тандер. Его прячут в Дизрапшн. Глимс от Оли. Ну, потратили часть скиллов, конечно. Ну, я имею ввиду Роллинг Тандер потратили. Наша Дуи Демна, но... А Роллинг Тандер это такая способность, которая достаточно быстро откатывается, поэтому... Поэтому согласитесь, ничего страшного. Так, Эмбер Спирит тоже у нас первым слотом берет достаточно нестандартный артефакт. Это Оркит. Мне как-то Эмма не особо прокликивал в... Ну, на протяжении этой игры и чуть не обращал внимания, что он-то тоже Оркит делает. Это... Ну, собственно, тоже любопытно, конечно. Конечно, тоже любопытно, потому что... Ну, обычно Эмбер Спирита что мы видим? Мы видим либо какой-то Еул первым слотом, иногда брали Блэйд Мэйл, кто-то брал Молнии, первым слотом кто-то брал Дезолятор, но вот чтобы Оркит первым слотом делали, это, конечно, я не помню, чтобы такое было. Ну, а что сделали-то? Может, что-то поменяли в Орките? Сделали чуть похуже ман-ореген с интеллектом, но зато ценник снизили на три сотки. Не, ну, вообще это, наверное, я бы сказал, что это баф, потому что, ну, ты... ну, там на единицу меньше ман-орегена и на пять единиц меньше интеллекта, ну, а тем более для такого героя, как Эмбер Спирит, это вообще как бы по барабану, потому что ему эти пять единиц интеллекта это не основной его атрибут, наверное, на каком-то Шторму может быть неприятно, но понимаете, в чем прикол? Прикол в том, что Оркит это тайминговый предмет. Вот, например, давайте потом это обсудим, тут летает Шторм Спирит с свеженьким Оркитом, показывает его, попытка убить шедоу демона удачная. Ну, вот смотрите, да, два артефакта, есть Оркит, есть Сатаник. Сатаник сделали дороже на пятьсот золота, и это не сильный нерв. А Оркит сделали дешевле на триста золота, да, примерно, и это сильный баф. Почему? Потому что Сатаник это такой предмет, который ты покупаешь уже там, бог знает когда, и вот, и для тебя эти пятьсот золота, они не должны быть большой проблемой, если ты, в принципе, по игре держишь темп хороший. Вот, а Оркит это предмет, который должен быть приобретен крайне таймингово, крайне, то есть это как БФ, это как Юл, это как, ну, я не знаю, там все любые стартовые предметы, вот, которые приобретаются на первых парах, да, такие дешевенькие предметы для старта игры, стоимость их рецепта крайне важна. То есть вот вы возьмите и сделаете рецепт Юла на три сотки дороже, вы увидите, что вообще почти никто его брать не будет, потому что это крайне, не почти никто, крайне просто не тайминговый будет Юл, и он уже никому не нужен. Вот, или там сделайте то же самое с драмой, сделайте рецепт на драмы на 400 золота дороже, и никто у вас не будет драмы покупать вообще, их сейчас, в принципе, так редко берут. Тут у нас гирокоптер под Блэкинг Баром ушел телепортаться, его подцепил КК Курсой, и, в принципе, опять-таки, это удачный момент для Инвиктус Гейминг, даже если они, а, не, Марфа, если они потерят, быть неудачный. Слушайте, ну а тут, не, ну а тут контратаку никак не провести, пытаются забрать Дизраптор, Дизраптор под Поржом и Оркидом, но Эммо его просто зарезал. Имп Клоу падает, Имп Клоу хороший слой для Эммо будет, эээ, почему не дадут веточку Марфу? Веточка Марфа, Имп Клоу для Эмбер Спирита, как вариант. Ну ладно. Интересно, кстати, покупка блинка от Эмбер Спирита. Я пока свою теорию, почему он этот блинтагер покупает, я озвучивать не стану. Вот, я просто посмотрю, как будет игра развиваться и если произойдет тот сценарий, который я предполагаю, я это подчеркну и объясню. Но пока помолчу. Реводж у Тайда есть. Фейт подходит, ракета влетает в Тайда. Статик, Тайд пока живет, Пурш не успевает скастовать Шаду Демона. Хорошая роли. Она прекрасная Кюрса, просто прекрасная. И это именно Шторм Спирит, друзья. GT есть реводж, но пока отличный Колдобрейс. Кака, просто как же разруливает. Ну, пытался скастовать реводж, видно, что замахнулся руками, но ничего не получилось. С-Трипл Си пытается уйти, по боку есть, колокейт у него, на ремнатах влетает Эмма, Глимс по... Да, Глимс был по Эмбер Спириту, но он фистайм его задоджил. Хорошо. Тут пока Герокоптер вроде как разбирается, флай-флай, фисты, виспа убили, очень мало здоровья у Герокоптера, с пушки его убивают, и это минус Дизраптор, это минус 5 в итоге. Ну, лавры MVP игрока этого тимфайта мы отдаем Виверне. Безапелляционно, друзья, просто безапелляционно. Виверна, мое почтение. Мое почтение. Так, что у нас тут по Даггеру? Даггер летит, да? Ну, давайте смотреть, я сейчас буду пристально за Эмбером смотреть. 20-ая минута, баунти руны, Чуан одну проконтраливает на своей территории, но с учетом того, что Астеры большей частью своей команды сейчас в таверне находятся, на РСП отдыхают. Тут, конечно, баунти руны должны быть по большей части игроками Invictus Gaming законтролены. Давайте глянем, как кэфы изменились. По идее, ну-ка, хоба! 1.95 на Invictus Gaming, 1.80 на Астер. Ну, они, скорее всего, еще не совсем подгрузились после вот этого тимфайта. Я думаю, что там, ну, должно быть еще немножечко поменьше на Invictus Gaming, но в целом, да, как бы букмекер говорит, что Invictus Gaming потихонечку выкарабкивается с проигранного лайнинга. Проказ с пушки в шторма Адептив не попадает, попадает только Этериал Блейд. Шторм на Буллайтинге отступает еще немножечко подальше. Эмбер, и сты... Оп, 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 подцепил! А помощь, помощь! Оркит! Релокейт! Пуржи, пуржи есть какие-то? Курса! Курса! Ну, слушайте, вообще убьет, наверное. Бобока терпит. Подрезает Эмбер Спирит соперника. Пуш прокает минус виск, минус шторм. Invictus Gaming очень дерзко играет. Там забрали Тайда в очередной раз. Я, правда, не совсем понимаю, как XXS умудря... Как JT умудряется умирать. Выкупает... Да что... Куда? Что за рейджбайбек? Или он на Рошана? Он, наверное, на Рошана выкупился. Чет. Ну, давайте, тогда идите Рошана забирайте, если выкупился. Ну, Эмма пока выглядит сочнее, чем Шторм Спирит. Аганим приобретается гирокоптером. Тайд втерпливает здесь от Рошана. И, кажется, этого Рошана забирает у нас Invictus Gaming. Кастер готовый... Ну, как готовый? Они понимают, что происходит. Они стрейфятся в направлении Рошпита, но, естественно, им просто не хватает времени. Ну, с учетом всего выше произошедшего, конечно же, Invictus Gaming закрепляются на карте. Но вот байбек Тайда он, конечно... Он, конечно, подпортил немножечко вот эту вот бочку с медом. Итак, друзья, смотрим. Эмбер Спирит. Флеймгард работает. Успел улететь. Ну, я ждал, что, типа, он статик нажмет и блин. Из-за флеймгарда. Поясню, да? У нас механика блинка сейчас такая. Если ты урон не получаешь, да, как на Томпларке с рефракшном, ты можешь просто уйти. То есть, теоретически, как я себе это представляю, я не знаю, так ли это на самом деле, потому что я... Ну, знаете, дот-штука такая, в ней все время может все пойти не так. Но в моем представлении, если ты жмешь флеймгард и получаешь тик от статика, то есть ты не можешь сжать кнопки, ты под сайленсом, но блинк ты нажать можешь. Правильно? То есть ты не можешь уйти на ремнон, то ты можешь уйти на блинке. Это выглядит, конечно, как некое... софистика, наверное, да, то есть можно просто купить БКБ, вот, и не париться по этому поводу. Вот, но с другой стороны бэнк можно и не только для этих целей использовать. Как мы уже видели, я ему не раз показывал, как прыгает, цепляет через орки. Гирокоптер у нас после БКБ и Аганима хочет купить тебе Манки Кинг Бар. Я знаю, что Манки Кинг Бар это имба. Сейчас я видел, нет, так, подрезали крипа с Доминатора, плюс 200 для Флай Флая. Давайте, наверное, посмотрим, чем закончится этот пуш. Голден Брейс по крипу, Джей Ти машет якорем, крипы погибают, безусловно, и падает и два вышка. Попытка, не знаю, форсить хайграунд, мне кажется, не самая хорошая идея. Ну, курса, ладно. Статик шторм, БКБ. С флэка расстреливает Флай Флай. БКБ нажал имморф. Нет, все равно, кстати, переберется скорость атаки. Ну, вот я, кстати, вот поэтому я и не стал говорить о том, что в прошлый раз, что, типа, это там ошибка, не ошибка, потому что, ну, я в действительности не знаю, ну, сколько у нее длительность морфа? Длительность 20 секунд. Плюс 16, 36 секунд. КД флэка. КД флэка 20 секунд. Тогда не знаю. КД флэка 20 секунд. То есть ты, если берешь талант на длительность ульты, плюс у тебя ульта третьего уровня, ну, как бы, ладно, третьего, не третьего, не важно, там просто КД меньше, да? То теоретически, ты два флэка за одну ульту даешь. Как бы, да? Ну, вот так получается. А прикол морфа, прикол пикта морфа в чем? В том, что ты, ну, против гирокоптера играешь, ты превращаешься в гирокоптер, нажимаешь флэк, то есть это базовая механика, ради чего ты морфа берешь. Разве я не прав? Ну, в общем, ладно. Цепанули шторма, шторм допустил ошибку, умирает. Умирает, умирает. Панголиер разультился. Что по статик шторму? 7 секунд КД статик шторма. Очень грамотно прыгает Эмбер, доджит, хорошая курса. Ну, лучше бы, конечно, без паск оставалось курса, но в итоге просто перегруппироваться хватило времени команде Инвиктус Гейминг. БКБшка еще у гирокоптера есть. Виверна убивает. Статик шторм на Тайда. Тайд жмет меку, продлевает себе немножечко жизни. Эмбер врывается вперед, убивает. Биспа цепляет сеточкой фейда. Фейд, фисты, флеймгард, нажатие на смену. Ему БКБ приехал, он решил, что не хочет испытывать судьбу и просто ушел на ремнат. Тем более, гирокоптера флова убить достаточно трудно. Решили не лезть особо в этом плане. Ну, снова как бы удачная драка для Рейдхантера 0.5.6. Ладно. Так, что-то я хотел сказать. Да, по поводу Манки Кингбара на гирокоптере. Понятно, да, Манки Кингбар новый, он очень-очень крут. Чем крут новый Манки Кингбар? Что теперь вместо Кватерстафа он состоит из вот этого вот, из вот этого крутого предмета, который называется Бликс Наклс, который дает скорость атаки очень хорошую. То есть, новый Манки Кингбар, он дает чуть-чуть меньше урона, но дает зато очень-очень хороший прирост к скорости атаки. Однако, однако, не уверен, что это все равно лучше, чем Сатаник. Но, опять-таки, это реалии нового патча. Тут все, ну, все, что в моих полномочиях, это усомниться, это поднять тему. То есть, как бы, я не могу сказать, это правильно, неправильно. Вот конкретно там на предыдущей карте очень странно было, что Гирокоптер, в принципе, купил МКБ вперед Сатаник. Вот конкретно в той игре. Вот конкретно в той. В данный момент, ну, нельзя так утверждать. То есть, понятно, что Сатаник тоже хорош, но просто Сатаник, типа, чуть дороже. А, как, кстати, говоря, 4300 Манки Кингбар. Ну, Манки Кингбар это дешевый дэмэдж. То есть, как бы, вот, у Гирокоптера, видимо, С3ПЛС как считает, что Эмма врывается на Пангалия, но он его не убивает. Ну, не убивает же. Но зато Морф убивает. Хорошо, ворвался Морф, дал прокастер, реводж просто прекрасный. Цепанули Морфа, Морфа, ой, Морфа, боже мой. Виспа и Гирокоптера, Виспа убивают. Без каких-либо проблем. Джей Ти... Хорош. Отыграл. В этом моменте. Вовремя подконнектился. Но, например, просто, видимо, профлексить решил. То есть, прыгнул там, покривлялся, покочевряжился. Подошла команда, помогла. Да! В общем, дешевый дэмэдж это, скорее всего, в этом идея. Что ты, вот, имеешь Аганим, да, имеешь БКБ, то есть, у тебя есть дополнительные статы, дополнительная стойкость, чего тебе не хватает. Тебе не хватает дэмэджа. Станик тебе дэмэджа особо не даст на гирокоптере. Поэтому ты делаешь выбор в пользу Манки Кинг Бара. Ну да, вроде как здраво. Просто, ну, в реалиях немножечко нового патча я еще не до конца, как бы, к этому привык. Надо, наверное, просто привыкнуть. То есть, как бы, в старом патче это 100% была бы ошибка. 100%. Вот. А так это, ну, наверное, наверное, имеет под собой рациональное зерно. Так, Эмбер Спирит у нас Грейтер Фейри Файра забирает. На Эмбер Спирит и Грейтер Фейри Файра это очень хорошая штука, потому что это такой простой и практичный урон. Да? То есть, там не какие-то там вот эти вот Титан Сливери, которые, ну, там 20% от базового урона. Нет, просто 40 урона. 40 урона для удара под фистами. Нормально. Нормально, отлично. Платторный Эмбер Спирит. Эмбер Спирит вырывается на Шторма. Шторма цепляет. Шторма БКБ. Пытается БКБ зафорсить. Жмет Эмма БКБ сам. Там борется один против всех. МКБ неплохо работает. Видно было, что, ну, типа там успел несколько лишних тычек из трипл съедать и, ну, неприятно, неприятно, конечно. Там понятно, что там, типа, в БКБ Манки Кинг Бар не так сильно бьет, но, короче, там все равно было ощутимо. Ну и вот этот билд на Морфа я называю хорошим. То есть, не какой-то там Мом, Скади, черт пойми что, а сразу пушка, БКБ, Скади. Все, нормально. Как бы играешь против Гирокоптера, берешь себе Скади и не паришься особо. Ну, флайфлай после Скади, естественно, собирается приобретать у нас бабочку. Бабочка его не спасает от Манки Кинг Бара и Гирокоптера. Хоть там какие-то миссии будут прокать, потому что, ну, Манки Кинг Бар уже не дает трустрайка, он дает тебе некий параметр точности, да, эквиреса. это как раз не гарантированное попадание по цели, а, скажем так, повышенная гарантия попадания по цели. Поэтому бабочка, она не контрится полностью, да, то есть, если ты, например, играешь на каком-нибудь лайфстилере и у тебя талантные миссы на 20-м, у тебя алибарды, ты еще бабочку купил, то одним Манки Кинг Баром, я боюсь, вражеский герой тебя не сможет прибивать, то есть, там уже нужно дополнительной точностью обладать. Может, рапиру какую-то уже брать, что-то в этом духе. То есть, если ты там набрал миссов, то эквиреса уже не столь хорошо, не столь эффективно работает. Вот, но бабочка берется для того, чтобы быстрее флэг раскидать, плюс это неплохо работает там против Виспа, как мы знаем, ну, нет, по Скаде против Виспа неплохо работает. Короче, бабочка на морфе нормальная. Это ДПС хороший. Миссы-миссами, но ДПС морфу бабочкой развить это классическое решение. Хотят цепануть эмма здесь, ОМ и Дабл Дэмм, очень грамотно влетает Пангальер, пытаются за проказ просто убить здесь Эмбера. Ценный, крайне ценный фраг делают Астер, крайне ценный. 100 секунд без Эмбера, плюс это огромный стрик для Гирича, которого сейчас 19 уровень. Собирается из СТС купить бабочку себе. Тоже, в принципе, понятно почему. Ну, короче, понятно. В общем, игнорирует Сатаника из СТС полностью. Вот, но уходит в демэдж. Чувствует, что ему демэджа нужно больше. Рошан еще нескоро заспавнится, мы это знаем. В хорошей позиции. Но я не уверен, что здесь стоит Дракс. Ладно, Гирокоптера слили. Гирокоптер ошибся, выкупается. Циклонит Дизраптер, Дизраптер со Статик Штормом, Шаду Демон успевает дать Дизрапшн. Дизраптер в итоге убили. Пурдж, Оли также скидывает в X-XS. X-XS без Роллинг Тандер еще какое-то время. Морф тут пока расстреливает Шторма. Выкупается Гирокоптер и выкупается Дизраптер в итоге. То есть у нас два в три размин, с учетом байбэков Дизраптера и Гирокоптера. Ребята бегут, бегут к Рошану, но Рошан еще не спавнится. Все ваши байбэки, они ни о чем, ребята из Астры. Я понимаю, что вы этого не знаете. Я понимаю, что вы не можете знать, что Рошан не скоро еще заспавнится. И вы думаете, что он может заспавнится в любую секунду, но мы видим, что вам просто не везет, друзья. Вам просто не везет. В итоге Рошан не спавнится. Эмбер в таверне еще 20 секунд. Если бы Рошан был бы прямо сейчас, можно было бы пойти его попытаться в наглую забрать с учетом двух байбэков. Но ребята понимают, что... Да, не чекают Рошана. Нет, там еще и крипа забирает у нас. Лайфлай 200 золота получает. Ой, да, конечно, да. Но это тоже был странный момент достаточно от Астры, согласитесь. То есть они побежали вот сюда. Они же в Смоуке вроде бежали. Тут встали два героя команды Invictus Gaming. Смоук зареверился. Очевидно, кто-то здесь на ХГ. Да? Либо кто-то на ХГ, либо кто-то в Рошпите. Но нельзя же рисковать так сильно и подниматься на ХГ, думая, что да, это, наверное, в Рошпите. Тем более, ну, герокоптер же туда полез зачем? Думал, что там кто-то есть, он сейчас будет там героев убивать. Оказалось, получил реводж и ухо. Рошан заспавнился. Эмбер. Есть телепортация у него. В топе до сих пор стоит Тир-1 вышка. И выжидают Invictus Gaming паузу. Им нужно до реводжа дождаться. Так, это БФ, да, на Тайве? Правильно. Попытка убить Тайда. Тайджир, но у него есть Кракеншелл. Влетают в Бангалера, очень быстро убивают. Прекрасная курса. Плюс Кейчер. Тут же минус Висп. И С-3пл-Си без Байбека. Ну, без Сатаника, как бы, вот-вот, что с тобой происходит, когда у Сатаника нет на герокоптере. Хороший колдом, ну, не знаю, по-моему, ДГ. Маны у Шторма нет, Эмма за ним бежит. Сеточка Блатторн. Чины. И Эмма убивает Шторм Спирита. Тем временем еще и подрезают фейды. Ну, пижонство, пижонство, конечно, пошло. GT дает ревадж в крипов. Всем своим видом как бы показывает. Ха-ха, все, ребята, вы проиграли. Да, и тут падает, ну, переагрить, наверное, надо. Лан, дает своему колдом рейс. Дизрапшн. Ну, вообще, конечно, ревадж что-то изрядал, дружище. Еще бы паузу, бы, блин, поставил. Покупает дизолятор. Не, ну, объективно, ревадж он дал зря. То есть, как бы, Астер еще, ну, ну, ладно, они, наверное, не выиграют это, но... Блин, а вдруг там какие-нибудь, ну, вот, байбэк... Все, Быстро испытаются средства пангольера. Ну, да, все-таки, Астер сдается. Что там попадает? Там, допустим, у Шторма бы был байбэк. Вот представьте, Шторма бы был байбэк. То есть, там как-то 3х5 могли бы, Астер может, потянуть время до появления гирокоптера. Ну, короче, ладно. Инвиктус гейминг оказывается сильнее. Поздравляем их с уверенной победой со счетом 2-0. Хорошо они сыграли. Немножечко протерпели на лайнинге. Немножечко протерпели на лайнинге, да? Но в целом очень-очень бодро. В целом очень-очень бодро. Так, друзья, у нас следующий матч это это, 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 это саги против Инвиктус гейминг. Саги, которые в Китае рвут сейчас просто всех и вся. Должна быть очень интересная встреча, тоже будет в формате BO3. Матч должен начаться где-то минуток через 15, через 20, но мне нужно успеть погулять с Песелем. Вот, Я надеюсь, я успею. Минут за 15 справлюсь. Поэтому далеко не уходите, пока рекламная плюс музыкальная пауза. Как только начнется драфт, я постараюсь. Я надеюсь, что я успею до начала драфта. Не скучайте.